Здравствуйте! Привет! В священном городе Варанаси Едим кашу с Вараном С нами Манжид И нам уже машут ручкой Привет! Они йога-герл Варанаси, привет! Варанаси Мокша Сити, привет! Всем Мокши! Всем Мокши! Всем Мокши! Намасте! Классно! Можем поговорить Да Расстать немножко Кусочек сатсанга Кусочек бытия сегодня Из Варанаси Нет! Прямое подключение Прямое подключение Кусочек Ну круто на самом деле Просто класс Варанаси Нас поддерживает Вчера разговаривали с Маджитом Он говорит Кто родился, кто умрет в Варанаси Тот Мокши достигает Либерейшн Освобождение Я им говорю Так же Ребята из Исконы Говорят Кришна Сознание Сознание Кришны Обретя Сознание Кришны Ты Освобождаешься Там есть ребятки Адвайтисты Они говорят Ты узнаешь Освобождение Недвойственность Тождественность Духа С Брахманом С Атмана С собой Самость Естьность Аэмнист Бытие Все такие Как бы говорят Интересные штуки Практикуют Разные практики Асаны Затворы Трехлетние Буддийские Мантры Кри-йогу Классные штуки Практики Хардкор даже Происходят И вот С разных сторон Ты понимаешь Что Есть определенные Концепции И Такие Верования Как На английском Есть два слова Есть два слова Есть слово Faith И Believe Faith Это как вера Они очень похожи А Believe Это как верование Даже в русском Такого нету Какого-то разделения Есть вера Вера Есть вера То есть Я верю в Иисуса Я верю в Кришну Сознание Восвобождение А есть верование Так вот Интересно Что Можно наблюдать за тем Что верование Это у нас Идет от ума А вера Идет от сердца Потому что У веры У пробуждения У просветения Нету Верования Нету Измышления По По Как По Понимаешь По Понимаешь точки как на вершине горы поднимаешься каким-то путем тактии или карма йоги восьмиступенчатым путем йоги либо просто ничем спонтанное пробуждение испытал церкви в монастыре на фоне имени иисуса тоже пхактия слово такой пхактия преданное слову интересное слово так вот все пути приведут человека к себе так или иначе растение все что происходит и опять же может быть такой что не приведет человека никуда можно родиться умереть варанаси долгое время практиковать джапу в неком понимании умом сознание кришны пробуждение какого-то и постоянно постоянно начаться в этот круг повторение повреждений царе страдать на этой земле не радоваться этому нет какой-либо не какого-то рецепта приехать в арнаси здесь жить все на си я мог что-то мало идти в рамы скон быть там так нужно на сосан к мужу так наверное то есть время человек умом ищет какой-то некий догматичный инструмент и чем хардкоре и он человек думает тем он эффективнее так если посту на 60-е если в заторга на 9 лет если практика асан то нужно вообще бантик из ноги сплести то есть как бы человек думает что если паркора я пошел если я делаю то или иное концептуальное умственное какое-то решение процесса то здесь точно с этим телом я растусь навсегда я в парадайз нирване самадхи последней стадии освобождение просветление так вот это не так скажу и вам то есть это не тот бог которым мой человек молится регулярно это уму бог это внутреннее состояние это сознание кришны сущность шивы просветление будды любовь иисуса безусловно это все одно состояние но одинаково но но есть человеком в любой точке в любой географии мира португалия россии в америке в индии просто каждое место благоприятнее чем-то для человека ну то есть есть какие-то склонности у человека есть процесс есть какие-то истории почему так или иначе разворачивать почему уже португалия в машину например варанаси и кайфу и скоро поедет с нами в перу да и скоро поедет с нами в перу и вот фишка в том фишка в том интересно кстати очень классно классно можно сказать словами человеческими обхактив тоже интересно потому что то что просто интересно она постоянно присутствует актив просветление постоянно есть но как одна из эссенций состояния потому что вот мы говорим с одним замечательным человеком его зовут вадим о том что многие от войти станет как бы наблюдает этот сущность бытия это безличностность из пространства и не наблюдает и вроде становится такими некими эгоистичными типа просветленцами просветленными закрывшимся в своей скорлупе и вроде им там хорошо а вроде в социуме как бы не особо потому что они как бы из того же эго за этим и наблюдают человек сказал вчера то о чем я говорил в перу когда-то что почему люди уходят например в искон или там вот они там служение потому что однажды пришел как они называют преданный преданы кому это на богу пришел и говорит знаешь когда приходит тебе преданный он подходит к твоему телу к твоему проявленному телу приближается к тебе для того чтобы тебе что-то отдать обычно человек приближается для того чтобы что-то взять мы сейчас не говорим о вещах мы говорим энергетически конечно это в материальном вещевом уровне тоже проявляется так вот один из интересных эссенции пробужденности которая делает человека социальным которая делает его активным который делает его радостным которые делают его деятельным тоже если ему это нужно и не уходит затвор долгий это тоже прекрасное решение можно уйти на фоне в скалу православную православного контекста буддийский ретрит примерно суть будет похожая очень тоже прекрасный путь но не все ему следует не все туда идут то уходит и прекрасно делает это то супер но многие остаются в социуме и вроде как они здесь и не там типа я я осознал себя одни а что результат такой так вот мы приходим к чему качество человека какие качества какие ты представляешь качество что ты являешь собой здесь вот если выбрал жизнь жизнь можно быть тоже монахом социуме монах мира проблем но если общаясь с женщинами что ты делаешь а если сообщаешь с мужчинами наверное тогда человек вроде бы как как бы ну греха страно называет такое слово ведическое типа семени тоже не может пользоваться всеми родить его мужчина там одной женщины 2 3 и называть это тантра или женщина одни мужчины вторым третьем так вот есть интересный столб хактин стена как бы неразрывно связано с карма с карма йогой факт или карма йога так йога карма йога такой интересный набор слов так вот так переводится с санскрита как преданность девушек английский богу карма йога это как действие без ожидания плодов результат так вот это без этого не очень и это то потому что когда ты предан богу предан ты кому хочешь тоже в этом мире проявлен то есть если ты видишь человеке бога пробужден сущность проявленную бога не как никак какого-то наполеона или физическую плоть эгоистичного там проявление какого-то названия типа иисус или когда человек говорит я бог уже не имеет ввиду что я какой-то личностный бог это эго если человек пробудился он понимает о чем он говорит он осознает что это значит так вот состояние абхакте это когда служишь находясь здесь по сути дела служишь тому кто напротив тебя кошки человеку собаки то есть ты ставишь на первое место не себя ставишь ближнего своего через любовь к богу из любовь к тому что ты видишь в человеке бога а карма йога это монотонная деятельность в вне ожидания плодов от этой деятельности и получается вот эта эссенция соединяется с этой получается пхатки карма йога одна из эссенций пробужденное состояние которое очень помогает ликвидировать эго-адвартистов и поэтому это все едино все прекрасно намасте мы сегодня завтракаем всем пробуждение радости счастья и Субтитры делал DimaTorzok